А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 5 августа, день Трофима, назван в честь святых мучеников Трофима и Феофила. Они отказались принести мерзких жертв бездушным идолам. За это были подвешены на мучилищном древе. Язычники терзали тела их острым железом, бросали в страстотерпцев камнями. Перебив у них голени, бросили их на костер. Но святые были сохранены целыми и невредимыми посреди пламени и вышли из огня без вреда. Тогда разъяренные мучители отсекли им мечом честные головы. Обычно сегодня началась страда, работы было очень много. Работали до поздней ночи. Отсюда и появилось название у этого дня – Трофим Бессонник. Крестьяне говорили – хорошему хозяину и день мал. В этот день ходили в лес собирать ягоды. Хозяйки делали разнообразные домашние заготовки. Отсюда этот день часто называли – Калинник-малинник. Кстати, на Руси очень ценили ягоду-калину. Из нее можно было приготовить вкусные целебные снадобья. Ягоды использовались для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, как мочегонное и общеукрепляющее средство. Кожные заболевания лечили настоем из цветков калины. Сок из ягод калины шел на приготовление мармелада. В ход даже шла кора калины. Из нее готовили настои для успокоения, от судорог, применяли для остановки крови. Любили крестьяне и малину. Сегодня ее собирали, ели в свежем виде, готовили компоты и варенье. Приметы. Если сегодня долго собираться, не успеешь сделать все работы. И если мошка лезет в лицо, к ней погодишь с дождем. А как еще его используете? Мы засолим вот этот сорт очень хорошо в солке. Когда ты была страханица, потом сейчас и карп, все берут солить его. И я делаю так, ну когда режем скидку. А то беру, разрезаю вот так вот пополам, обычно небольшой, килограмма 4-5. Сок выдавливаю в крошку и пью сок. Смочен арбуза соленая. А это для чего? Или просто вкусное? Просто вкусное все. Мне нравится. Вот поэтому я ее уйду. Палах, это Петрович. Петрович, да. Дыня тоже. Дыня лечит камни печени, желстно выгоняет. Именно дыня. Ага, если мягкая арбуза способствует тому, что растворяет и выводит камушки из почек, мочевого пузырях, то дыня, она действует несколько выше, на камни, которые находятся в желчном пузыре и там, комплимент своей почке. А ее как едите? Как ее надо есть? Ну, дыню вообще рекомендовано есть за 2 часа до еды или через 2 часа после еды. У каждого человека разные границы. Могут потом слабина быть и их. Неблагоприятно действовать. А я ее ем и с арбузом, и после большая сразу. Мне как-то все равно было. Я вот с арбузью езжу, но на границы его принимал. Хорошо. А другие вот детям запрещают пенни в лагерях давать. А вот еще какие-то цукаты делают с арбузных корочек. Раньше она им делала варенье с арбузом. Мед, как он называется. Арбузный мед. А как она его делала? Отец привозил спойлер. Там, напревший такой. Вырезали, обчищали. Ну, то, что не кондиция. Она обрезала мякоть, она просто вываривала, семечку убирала. И кипятила до тех пор, пока он не превратится густой. Ага. И потом в банки заливали и так же всю зиму ели. А вот что еще, может быть, слышали какие-то там, кто-то как-то арбуз применял? Или дыню так-сяк. В принципе, ничего не слышно. Живой пример же был, когда у мужика отекшие ноги были, а потом арбуз стал есть. Ну, он отек может сниматься из-за того, что он жидкость выгоняет, способствует... А, отеки были, то есть, для снятия отеков. Вот такие ноги, колонки были. Ого-го. Арбузы пошли, он каждый день арбуз съедал. И ноги как будто в дожбе отстал. Это ему было 57-то лет во все время, да? Арбузик выгоняет жидкость, камни. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!